хотелось вернуться вот культурным ценностям вот интересно какие все-таки традиции в японском обществе какое положение женщины вот мне интересно потому что вот в постсоветском пространстве у нас вот выработала какое-то вот отношение что мужчина добытчик женщина хранительница домашнего очага и уже распределили социальные роли и видение положение многие из нас мы привыкли что же многие женщины сами работают содержат семьи тянут и мужей тянут на себе и мужей и детей вот мне интересно как себя чувствуют ну скажем японские женщины вот наши девочки вообще какое положение женщины японии вот на что можно рассчитывать да да я поняла вопрос вы знаете уклад на самом деле немножко отличается да но здесь я хочу сказать что все таки как бы два направления одновременно существует есть старый уклад вот по которому принципе живут уже ну пожилые японцы по старому укладу в принципе все на себя берет как бы глава семьи это муж жена раньше в принципе не работала и муж обеспечивал целиком полностью жена била полностью хозяйства уход за детьми и вот образование развитие все но муж дома практически ничего не делал но это в старом укладе вот чисто в чисто традиционном укладе он глава семьи вот он он приносит домой деньги финансы обеспечивать ее а жена обеспечивает быт ну конечно если нужна сила физическая все не об этом речь я имею ввиду готовка стирка но есть мужчины которые любят и готовить дома так же как и везде во всех странах есть такие любители мужчины их много вот и японцев очень много готовящих не в этом смысле не очень повезло муж из таких и товарищей которые любят готовить и умеют готовить но я не претензии принципе я тоже не особо такая кулинарка как-то нормально обходимся я учусь я выучилась тоже японской кухне такой простой конечно да обыденный домашний не ресторанный вот ну или в этом смысле здесь просто что принципе вот эти все сущие прочее дома никто не готовит либо идут ресторан либо покупают готовы просто вот уже комплект с этой сущей потому что очень готовить довольно сложно потому что если ты хочешь разнообразие это это очень нужно много закупить сортов всего это очень-очень заморочно это нужно все и сразу использовать это же все свежее сырое а так ты покупаешь столько сколько ты можешь и существует современное направление сейчас и женщины до вышли вот времена принципе молодости моего мужа и его поколения там женщины девушки такой был у нас у них был у нас уже говорю этап бабл бума бабл бума когда девушки могли тоже уже выходить на работу и вот они все после окончания заведений вузов они все рванули на работу соответственно туда куда еще могли брать вот это школы в садике обучение образование культура культурные работники все что связано с искусством с культурой они вот все пошли принципе на работу ну и в офисы пока еще мелкими там клерками служащими и вот это вот молодежь она сейчас вот уже вырастила своих детей которые уже совсем свободны они уже настроены только на работу то есть современная япония современная японская молодежь она настроена на работу и даже идет обратное обратное направление когда теперь семейные ценности и семья принципе утра утра утрачивает свою такую ценность и очень много молодежи не хотят заключать браки жить семейной жизнью заводить детей child free это тоже нас коснулось к сожалению и поэтому существует уклад вот такой и такой и такой такой на выбор не может сразу сказал что вот сначала конечно язык чтобы ты себя свободно чувствовал без языка а потом как хочешь хочешь потом если захочешь и подтвердишь знание то тебя возьмем на любую работу какую ты хочешь не хочешь не работать у тебя есть выбор и я сначала думала ну вот ребенка немножко подращу язык наверное еще что-то там и вы знаете а я так расслабилась мне так понравилось это так хорошо особенно когда уже ребенок в принципе уже ну пошел в школу и у тебя уже довольно таки руки развязаны а я такая подумала вот ребенок пошел в школу а я не знаю чему учат как учат в школе а это же хочется понять чему их там учат хочется понять мы сейчас на школе и подожди секунду мы сейчас на школе поговорим еще один вопрос возможно вы знаете знаю что у вас семье хорошо но возможно вы какие-то истории знаете женские там девочек которые вышли замуж за японцев и возможно браки были не очень удачные и они разводились вот вопрос как государство защищать я таких историй много знаю у меня я вот хотела бы узнать насколько женщины чувствуют себя защищенными со стороны государства у вас если таковое случается вы знаете вот этот вопрос да у меня есть знакомые русские девочки и довольно много историю всех разные и очень хорошие и немножко печальные и не с ними немножко печальные всякие разные знаете если сравнить чисто японским браком японская женщина защищена конечно же больше почему она всегда может выйти на работу она владеет блестяще своим языком конечно и поэтому у нее возможности найти работу вот самое главное и содержать допустим того же ребенка если она осталась ребенком ей гораздо проще наши русские девочки а конечно в разной степени владеет языком есть девочки которые вышли замуж не зная языка и так же как я изучали здесь и знают его недостаточно для того чтобы их приняли на работу такую знаете оплачиваемую там такую по специальности это довольно сложно тоже также дипломы здесь не надо подтверждать и сдавать экзамены на язык это обязательно а те девочки которые вот молодые сейчас специалисты появляются которые уже со специальностью с языком приехали они уже работают компаниях им проще и они также защищены вот в этом плане тем что всегда могут найти работу и в равной степени могут делить детей и как бы при в случае развода у них в общем-то защищенность такая же как у японок и в равной степени здесь защищены права и папы и мамы да то есть они смотрят на то где ребенку выгоднее где ребенок хочет быть где более финансовое обеспечение высокое должное кто может обеспечить уход если родитель занят на работе все время то конечно предпочтут там где ребенку лучше и в этом смысле девочки которые языком не очень владеют и не работают конечно же догадайтесь сами с кем останется ребенок ребенок останется с папой и у меня таких сейчас знакомых несколько которые в разводе детей дети живут с папой и имеет правда возможность видеться и кстати а некоторые не очень имеет возможность очень ограниченное свидание своими детьми если такие среди моих знакомых есть очень трудные случаи когда буквально ну чуть ли не наверное увидится прям раз в месяц наверное выпрашивают вымаливают разрешение отца да если такие случаи есть такие кто очень спокойно разрешает да пожалуйста и на все выходные отдают буквально без всяких дети сами приходят и привозят он сам привозит и на все выходные принципе иногда даже очень с большой радостью на выходные потому что у папы тоже наверное есть личная жизнь и ему хочется выходные провести тоже может быть вот и поэтому при разводе если не владеешь языком сразу очень самая большая сложность и если нет работы то конечно будет закон на стороне папы папы почему потому что ребенок там где обеспечен такое понятие как алименты есть или нет алименты алименты есть алименты есть здесь тоже выплачивают тот родитель который без детей до который оставил другому партнеру ребенка он выплачивает алименты да если работает если сам работает и может сколько видимо может либо они договариваются у нас если у него зарплата невысока то как-то договариваются ну в общем чем-то должен как-то компенсировать наверное по обоюдному согласию либо через суд если папа там уклоняется то конечно мама вынуждена прибегать как и у нас как и везде законному разрешению спора вот ну то есть все таки стоят на всегда на страже детей всегда на стороне детей там где дети я так понимаю поэтому сложно конечно нашим девочкам кто не имеет работы вот самая большая сложность так же как в европе дай бог чтобы никому это такой опыт не пригодился хотя всегда я считаю что если ты знаешь ты должен быть уже вот уже очень важно от вас прозвучала подсказка что да можно жить очень скоро на спокойно культурно со своими традициями со своим местом жизни в обществе но если ты хочешь чувствовать себя свободно и защищена все-таки нужно изучать японский язык знаете я бы сам да я бы сказала знаете что даже если есть люди очень любящие японию желающие посетить это хорошо и есть очень много желающих и жить наверное здесь если традиции есть в начале если вы традиции культура если она легла на душу если вы считаете что она вот вам подходит в том случае тогда можете уже думать о партнере о своем партнере о любимом там да уже можно задуматься потому что она будет партнер будет отражать эти культуры эти традиции конечно будет отражать в нем вы это все будете находить а если это не откликается у вас то вы изначально уже не найдете вы можете тогда жить в одиночестве если вам так нравится но если вы хотите найти мужчину то он будет отражать эти особенности культуры и если вы их не принимаете а что здесь можно не принимать в принципе вот здесь такого вот особо нет что да ты должна сидеть дома мне там что-то подавать там что-то делать наверное есть такие которые вот живут старым укладом есть такие мужчины но знаете они определенного такого склада и они ищут там женщин где в общем-то женщин легко найти потому что обычная японка она уже не поддастся этому она если она не хочет следовать этому если конечно она хочет только вот традиционным бытом жить семьей и устраивает вот она конечно и выбирает себе такую мужчину собственно я призываю не призываю а следовать своему как бы сказать сердцу если что-то откликается вам вот нравится что мужчина хочет так и вы вам это нравится вы также хотите жить вы это принимаете то пожалуйста у вас все сложится и в старом укладе и в новом укладе то есть это все настолько индивидуально вы можете найти здесь и и современного человека с как который скажет да мы не будем не хотим детей давай мы же просто будем жить вместе ты работаешь я работаю на месте хорошо у нас все прекрасно а если вам это не подходит и вы хотите сидеть дома то вы можете найти такого мужчину который любит старых плат вы можете обратиться к здесь очень развитые агентства по нахождению мужа и жены вы отсылайте свои фотографии об этом можно поподробнее где такие агентства и может кто-то девочек захотел бы в такое агентство обратиться как их можно найти хотя бы какую-то подсказку вы знаете я сама лично я не сталкивалась среди своих знакомых и не находила девочки вы знаете вот мои знакомые все русские где-то пути всего очень мало попасть в японию чисто вот не туристом это если вы специалисты очень востребованный работник там какой-то прям специалисты вас приглашают либо вы молодой специалист и вы прямо рвете ищите вакансии какие-то сами находите вы списываетесь вас вызывают вот так вы попадаете на работу по замужеству по знакомству с сайта знакомств вы можете вот так же как и везде это принято либо вы попадаете каким способом также по замужеству но вот как я случайно мои у меня есть знакомые которые также на москве на красной площади познакомились также там же да вот одна знакомая познакомилась вот он был туристом москве проходил по красной площади она проходила он увидел ее она увидела ее он что-то спросил потом взял телефон позвонил и так завязались отношения вот то есть так можно вот если какие-то агентства вы говорите что есть какие-то агентства где свахи вот как они называются я не знаю я не знаю как заграничными это только уже сейчас вот сейчас в современном обществе это по сайтам знакомств а вот такие внутри японской культуры издавна и внутри издавна есть такие как бы я не знаю я называю их агентство ну это вот как бы брачные агентства куда вот обращаются те люди которые некогда у них нет времени искать себе партнера те которые люди стесняются люди которые не знают где искать а вы знаете я хочу сказать что вот что меня удивило когда я приехала в японию ну хорошо я уже замужняя и у меня есть внимание мужа я обратил внимание что на улицах вот везде в общественных местах где люди просто вот большом количестве никто не смотрит друг на друга не то что не оценивающим взглядом вообще просто взгляда не бросает вы не ловите на себе взгляд даже вот просто вы сидите в кафе и на вас так соседнего столика там посмотреть нет то есть у вас нет возможности познакомиться в общественных местах если вы не состоите там не спорт клуб там не в одну секцию группу в какую-то ходите допустим как я сейчас танцевальную не на рабочем месте в рабочем коллективе если вы не входите в какую-то группу вот так вот просто незнакомой обстановке вы не можете познакомиться как у нас допустим вы там в кафе переглянулись и парни сказал ой какая там компания парни сказал ой какая девушка там и кто-то там подошел там такого здесь просто не может быть никогда я обратила внимание и мне было немножко я сначала не понимала что это вообще не принято я думала что на меня я такая не привлекательная на меня никто не смотрит я мужу сказал говорит ну нет здесь просто не принято смотреть и осматривать людей оглядывать и посмотреть в лицо незнакомому человеку и вообще бросать взгляд если вы сидите за своим столиком со своей компанией вот вы спокойно общайтесь а по сторонам смотреть смотреть их разглядывать это просто нонсенс невозможно смотреть и поэтому у вас очень ограниченное количество вообще пространство где вы можете встретить свою половину и поэтому люди вот кто просто вот работает там учиться хорошо что вы студенческой среде вы там можете вы на рабочем коллективе но если уже исчерпаны все возможности люди обращаются занятые вот такие агентства и вам просто присылают фотографии вы отбираете по ним и устраивают вот встречи на кофе на чай в основном приходят вот прямо знакомиться со стороны агентства значит обычно это дамы или представитель представитель агентства и вот вас знакомят вы приходите с другом не один даже обычно берут друга подругу как-то так свободе хотя бы чувствовать себя либо с маму там папу я не знаю кто с кем в каком составе приходит знакомиться друг против друга садятся общаются вот знакомиться вот как мы с мужем в баре только мы вдвоем разговаривали а здесь присутствие сначала первое знакомство присутствие но это было как бы раньше классический такой стиль сейчас возможно что вы вот вам понравилась фотография вы выбираете и вам назначают время вы уже приходите вдвоем и такое наверное сейчас возможно я думаю что да просто по телевизору кино очень часто вот эти сами моменты показывают момент знакомства почему я знаю как люди знакомятся это вот по кино я смотрю просто по кино и вот моя знакомая японка она так замуж сейчас вышла это года три-четыре-пять а назад вышла она вот именно так она уже решила выйти замуж и исчерпала все возможности свои знакомства она обратилась в агентство ей подобрали список кандидатов она выбрала фотографии и познакомилась и вот так вот выбрала своего мужа и они сейчас живут вот вдвоем вот она лично мою лично мой знакомый который таким способом нашел себе понятно сейчас я там на что вот такой способ для девочек которые живут вне японии вот через агентство это невозможно только сайты знакомств уже наверное агентство внутри страны и это наверное невозможно для женщин проживающих сайты знакомств в Агентство внутри страны? Да. Да-да-да, я думаю, но сейчас очень распространены сайты. Да-да-да. Рима, вот мы... Очень распространены сайты, очень распространены. Рима, теперь вернемся, вот мы начали говорить о школах, и я знаю, что вы мама с опытом, вы прошли школу со своим сыном. Вот, если случилось, например, что женщина с ребенком приезжает, ну, да, в жизни бывают разные случаи, женщина вышла замуж за японца и приехала сюда со своим ребенком. Вот что, как построена система образования, обучения в Японии, к чему женщине следует быть готовой? Или она с ребенком приезжает, или она рожает ребенка, как вы родите. Да-да-да, у меня есть такие знакомые женщины с ребенком, есть такие. Что нужно знать? Я просто по своему примеру, по примеру своих знакомых знаю, что и, ну, по системе в Японии, если вы приезжаете с ребенком-иностранцем, то, и он школьник еще, то первое время к нему прикрепляется, вы идете в сити-холл, обращаетесь, либо к волонтерам, опять же, в сити-холле, в своем районе, в своем, вот, местности, да, в сити-холле. В каждом своем районе обращаетесь в сити-холл, вам рекомендуют несколько человек переводчиков, если находится такой, и первое время ребенок ходит с переводчиком в школу. Бесплатно? С переводчиком. Бесплатно, бесплатно ходит с переводчиком. Ну, это довольно, ну, я не знаю, может быть, несколько месяцев занимает, ну, может быть, год. Но, в конце концов, ребенок очень быстро, как бы, научается первым словам и всему, особенно если он маленький, первые там классы какие-то начальные, то, в принципе, он быстро осваивает. И, либо еще ходит на дополнительный, в школу ходит с переводчиком, еще плюс ходят дополнительно какие-то занятия, какие-то классы, допустим, либо находят себе учителя, дополнительно занимаются, можно даже и по скайпу вот заниматься, да, насколько я знаю. Либо ходят в какие-то группы. Ну, ребенок первое время, вот, допустим, с таким человеком, с учителем, с переводчиком он ходит. Но он должен сам, в принципе, ребенок быстро влежать в эту систему. Если ему не интересно, он не хочет, он может ходить в интернациональную школу, не в японскую. Если не хочет, у ребенка, если нет желания. Обучение в Японии платное в школе или бесплатное? Обучение в государственных школах бесплатное. Государственные школы, здесь школа, как бы три ступеньки. Начальная школа 6 лет, средняя школа 3 года. И вот это вот начальная и средняя, это обязательное. То есть 6 и 3, 9 лет обязательных обучений, как вот раньше у нас было 8 лет. Это обязательное. В государственных школах это бесплатно. А дальше идет старшая школа, старшая, высшая школа, еще 3 года. Это вот как у нас уже старшеклассники, там 10-11 класс, да? Вот это уже платное. Хоть и в государственной, хоть в частной, это уже платное. Потому что по желанию. Вы либо хотите дальше продолжать, но так как все, в общем-то, хотят быть грамотными, в основном все, подавляющее большинство молодежи, конечно, учатся, как у нас, заканчивают все ступени. То есть за три последних вот года это вы должны уже иметь в виду, что нужно будет платить. Это по любой системе, хоть государственной, хоть не государственной. Римма, а вот после, когда окончание вот начальной школы, high school, а потом уже обучение где-то уже в университете, это тоже платно. То есть государственного обучения нет, нужно за все платить, правильно? Да. Да? Да. Там уже государственного ничего, да. Все, что после high school, все платное. Начиная с high school, все платное. Угу. Это типа есть, это называется у нас сэнмонгаку, то есть профессиональные школы, это где-то двухгодичное обучение, парикмахеры, ну такой, именно связанный с профессиями, да? Такое обучение, вот как у нас техникумы, да, допустим, те же самые техникумы или училища, какие-то именно профессиональные. И потом идут уже университеты, 4 года, медицинские, конечно, так же, как и везде, 6 и более лет. Вот, это уже все платное, это все платное. Но это цена доступная, стоимость доступная. Цена, в принципе, доступная, да, но тоже зависит от того, на кого, конечно, учишься. Есть очень, ну вот как медицина, очень дорогое, конечно, образование, все связанное с такой классическим образованием, техническим, вот эти все ведущие университеты, Токио университет, конечно, все эти мэйджи и прочие, кей-университеты, все эти дорогие, где вот эта физика, математика, все вот это вот высшее, высшее классическое, все фундаментальное, это все дорогое. Ну, конечно, тоже доступно, доступно, но, конечно, либо нужно, все копят, родители копят, школьники сами подрабатывают, то есть это довольно, да. Римма, а сколько, вот какой должен быть доход для семьи, например, из трех человек, как будто у вас ребенок, ну, мама, папа и ребенок, ну, чтобы жить нормально. Я понимаю, вы можете сказать в иенах, но, может, если это более понятно в долларах, мы тебе говорим, ну, хотелось бы, чтобы там какая-то вот там минимум, как мы, например, конечно, я понимаю, что, например, если говорить даже Америку, сравнивать Калифорнию, Техас и Флориду, это разная стоимость. И, например, мы возьмем Калифорнию, там, я не знаю, и Оклахому, ну, тоже там, да, Оклахома будет много дешевле, чем Калифорния, но все равно мы понимаем, что хотя бы минимум у человека должно быть три тысячи, там, минимум-минимум, полторы-две, это вообще очень мало, чтобы более-менее хоть как-то там платить, снимать жилье, платить налоги, платить за квартиру, ну, это хотя бы там на одного человека. Вот какие-то цели есть, вот чтобы женщины могли понимать, ориентироваться вот вообще на уровень жизни? Да, я вопрос поняла. Ну, у нас также, как, в принципе, везде отличаются столица, вот Токио, это, конечно, самый дорогой город, что уж там говорить, ну, и остальные уже все дешевле, и Осака, и Киото, и все остальные. Токио, конечно, самый дорогой город в Японии, в сельской местности еще дешевле, чем вот в остальных там городах. Но я скажу, знаете, как, начнем с минимума. Скажем так, вот начинающий молодой человек, и вообще работа такая некая, ну, недоходная, высокодоходная, где-то самый вот как бы минимум, мне, я могу ошибаться, но в пределах двух тысяч долларов в месяц, это как бы, ну, вот, ну, минимум вот должен человек как бы получать, чтобы, в принципе, ну, нормально, на все хватило на быт, на все, на еду, ну, просто вот прям вот хватило, хватило. Рима, и сразу вопрос, Рим, и сразу вопрос. Например, случилось, что женщина вышла замуж, ну, неважно, вот не сложилась жизнь. Вот женщине с базовым знанием японского языка, ей возможно зарабатывать вот этот минимум две тысячи долларов? Она может, например, если она решила не уезжать из Японии, а жить в этой стране? Вот она в состоянии... Женщина две тысячи на неквалифицированной работе, вряд ли две тысячи, наверное, имеет, я просто знаю, ну, по своим знакомым, две тысячи, ну, мало, мало зарабатывает, потому что это такая работа, либо она такая, хоть и квалифицированная, высокая, вот переводчики и прочее, да, но там ведь все зависит от заказов, то их мало, то немного, то, в общем, такая вот, да, а если неквалифицированная, типа, в супермаркете работать, в каком-то магазине, ну, магазине работать или что-то заворачивать, бенто складывать, да, допустим, вот эти коробочки с едой складывать, я думаю, что там до двух тысяч даже не выходит, но имейте в виду, что, в принципе, если брать самый большой расход на что? На оплату жилья, живьё. Живьё тут, конечно, его можно найти разного качества и разной цены, ну, скажем, самое-самое дешёвое, я просто даже вот вчера передачу смотрела, где студентки, ну, у которых вообще никакого дохода практически нет, где они там арбайты подрабатывают, у них там вообще какие-то копейки, так они просто ищут даже там, ну, самый минимум за 250 там долларов в месяц какой-то комнатушечку там без всяких вот вообще, буквально всё вот вместе, даже куда машинку инстиральную не поставить, буквально вот несколько метров каких-то и одна комнатушечка, и прихожая, и в туалет там, в ванну вот вместе, всё. Это самый-самый минимум. Но разброс большой можно найти, в принципе, да, и за 300 долларов. Вот такое вот жильё, бедняцкое-бедняцкое, и там далеко от станции, где добираться долго, в общем, вот такое. Либо, но в среднем где-то, ну, скажем, 500-600, это тоже ещё как бы дешёвое, это дешёвое жильё, тоже дешёвое, но там уже можно машинку поставить, там рисоварку, холодильник поставить, хотя тоже одна комната, это всё одна комнатка. Но вот уже достойное, как бы, жильё, ну, начиная, скажем, там, с 800 долларов и выше, уже как бы можно, ну, уже, ну, как сказать, на одного найти, на одного, на семью нет. На семью всё-таки надо уже больше тысячи долларов. А сколько стоят вот продукты питания? Дорого в Японии? Вы знаете, тут, в принципе, недорого. Я бы сказала, что даже готовой едой здесь питаться дешевле, чем вот ты покупаешь сам, и всё это собираешь и готовишь, хотя, в принципе, смотря что. Вот студенты, они там что покупают? Самое дешёвое, там какие-то самые дешёвые соевые продукты, вот тофу, это полезное, кстати, здорово и полезно, но и дёшево. Вот это вот всё можно легко, курочка там, всё это дёшево. Здесь очень дорогие фрукты. Фрукты и овощи здесь почему-то очень дорогие. Мы покупаем не килограммами, а штучно, буквально одно яблоко там, вот штучно всё, или там пакетик, в котором две-три морковки, пять-шесть картофелин. Это для меня, я вегетарианка, я ем только фрукты и овощи, я так понимаю, что мне там, наверное, не жить. Вернее, не лежит. Вот почему-то, вот особенно даже и овощи дорогие, но вот фрукты почему-то дорогие просто. Вот прям по несколько штучек, упаковочки очень маленькие, и стоит, конечно, вот в Америке-то всё дешевле, я просто была в Америке, в Хьюстоне, это, конечно, там несравнимые цены на фрукты и овощи несравнимые. Вот у нас почему-то огромный перекос, вот это вот всё живое, всё вот это, особенно выращенное в Японии, это самое дорогое, всё привозное, но дешевле, особенно американское, самое дешевое, почему-то. Вот, японская сакура, допустим, да, там, наверное, штучек 10-15 сакур, ягодок, но стоит, например, это минимум, вот минимум, я знаю, это где-то 3,50, 3,50 доллара, да, 3,5 доллара, 4 доллара за несколько штучек только. Дорого, да. А вот американская черешня, вот эта чеплашка, вот эта обычная штучка, вот за эту же цену можно купить. То есть вот на такой большой перекос, почему-то. А так, ну, в принципе, я бы не... Вопросов очень много, у меня у самой было очень много вопросов, и мне все друзья всегда, когда я приезжала и домой, и все спрашивали, очень много, конечно, здесь особенностей. Конечно, я понимаю, что у меня вообще масса вопросов, и хочется, кажется, что еще столько всего хочу задать, но я еще задам два женских вопроса. Первый вопрос касательно японской косметики и японского ухода за лицом, потому что все время мы говорим, что японские очень красивые, что они за собой ухаживают, что мы знаем все историю, там, японский массаж Асахи, если я правильно помню название, ну, японские средства по уходу за лицом, вот что вы об этом можете сказать, Рим? Ну, знаете, я тоже пользуюсь японской косметикой, но я как бы не гонюсь за какими-то прочими... Во-первых, мне дарят почему-то, мне дарили очень много сестры, мужнины. Они мне почему-то обеспечивали, я поэтому особо сама как бы не следила, подарят, я и пока не закончится, в принципе, вынуждена была пользоваться. Но на самом деле мне нравится, у нее очень хорошая текстура, они очень легкие, и, в принципе, видимо, наверное, какое-то действие все-таки имеют. Ну, вот, допустим, мне 56 лет, и я, конечно, сейчас... Я абсолютно сейчас не накрашена, кроме как вот бровки и все. Вы красавица, Римма! Не то, не то... А? Вы красавица! Спасибо! Я не нанесла ни то, ничего, я этим не пользуюсь. А вот японки, они пользуются, вы знаете, у них красота, это действительно в коже лица... Они очень берегут свое лицо, кожу от ультрафиолетовых лучей. Во-первых, потому что они любят белое лицо, для них это считается признаком красоты, молодости и благородства. Ну, вот как раньше, если исходить, да, высшее сословие, оно имело белую кожу, то есть они не работали, значит, показатель что? Если ты девушка загорелая, ты на полях трудишься, ты колхозница и прочее. Да, да, да. Поэтому загорелые девушки, хотя здесь был один, одно время бум на загорелую кожу среди молодежи, не среди взрослого населения загорелые, они прям красили специально это загаром и прочее, но это мода. А так считается молодая белая кожа, они ее специально выбеляют. Если вот самый первый у них бзик, на чем они, в общем-то, делают свои узкие азиатские глаза, они пытаются сделать европейскими, то есть вот эту складочку вернуть, и у них на первом месте операция вот по этой складочке. Она не операция, это буквально там делается как бы вдавливание или еще что-то. Это, в принципе, можно делать каждый день, если не хочешь, наверное, как бы навсегда. А так возвращается вот это вот, как бы сделается складочка, вернее, не возвращается. Это вот по количеству обращений косметические, значит, компании. И второе, белая кожа. Они выбеливают со страшной силой. У них все средства практически с добавлением вот белью, все средства и пудры, вот это все светленькое должно быть, кожа должна светиться изнутри белым, быть беленькой. Скрывать вот эти, ну, пятнышки все, веснушки, там еще что-то, недостатки шероховатости. Они очень много наносят тона. Вот именно выравнивают цвет лица, вот делают белый, молочный, ну, такой очень близко бежевый, натуральный. Вот это у них бизик на белизне. И, конечно, у них кожа отличается. Она генетически у многих отличается, потому что она мелкопористая. Если у нас вот все-таки расширенные поры, у них она мелкопористая, что еще этому способствует, увлажнение, конечно, кожи. Вы знаете, что, почему она у них увлажненная еще? Они кажутся и не кажутся, и есть. Они каждый день принимают ванну. Они все просто заточены на то, чтобы у них хоть маленькая, хоть корыца дома была. Вот все даже ищут почему самое дешевое жилье, но чтобы была вот эта вот маленькая квадратная ванная, чтобы они могли каждый вечер расслабляться и увлажнять кожу. Она должна быть увлажнена не только изнутри, но и снаружи у них тоже. И знаете, я этот эффект поняла. Мои вот и родственники, и родственницы, они каждый день принимают ванну не из-за того, что... А просто вот пропитать кожу водой, лавой, напитать. Это на самом деле дает эффект. Это еще они в воду добавляют всякие свои средства, которые еще проникают через уже очищенные поры, вот улажняют еще изнутри эпидермис, там и прочее. Упортятся всякими своими инородными средствами. Жмых вот этот от соевой, да, они в мешочек смарливый кладут этот жмых и в ванную. И там вот это вот в ванной все это распределяется, кожа размягчается, увлажняется. Я иногда делаю, когда не спешу. Уходовые средства, да, мне очень нравятся. Но вы знаете, сейчас еще достойную конкуренцию им составляет корейская. Да, я знаю. Но они очень близки, и по структуре кожи, и по месту расположения, поэтому, в принципе, как бы одинаковые. Кореянки еще больше заточены на красоте. Кореянки просто... У них даже и мужчины просто на красоте помешаны, на уходовой косметике, вот, кожи. Они просто вообще... Они на первом месте, я считаю. Потом даже, мне кажется, японцы и китайцы тоже, итальянки на втором тоже месте, молодые, да. В общем, азиаты очень-очень просто вот они помешаны на своем, на коже, на красоте. И, наверное, это связано с тем, что большая, ну, как конкуренция, и хочешь удачно выйти замуж, вот это все представить себя в выгодном свете. Понки уже как бы меньше, это вот, это вот уже пожилое поколение. Молодежь, она уже не так много внимания уделяет, вот именно прям вот внешней красоте, я бы сказала. Ну, это как обычный. Пока молодые девушки и ребята, у них одни интересы, когда ты становишься так, что ты уже начинаешь больше ухаживать за школу, потому что... Задумывается. Да, и время какое-то появляется уже с желанием. Римма, и еще вопрос. Ну, вы уже коснулись японской кухни. Вот что традиционно едят японцы? Вот обычно, мы и поговорили, что фрукты и овощи дорогие, но вот что едят обычно? Ну, я уже поняла, что суши вы не готовите дома. Если хочется суши, то покупаешь готовый, или там идешь, там, рецепт суши. Что обычно кушает, что пьет и ест обычная японская семья? Вот к чему женщине нужно быть готовой? Меньше-то готовить. То есть, что она должна понимать, что ее ждет? Обычная, в принципе... Вы знаете, чем мне нравится японская кухня? Она очень незамороченная, она легко и быстро готовится. Очень легко, очень и быстро. Все те же самые овощи, все то же самое мясо-рыба. Покупается вот это свежее, либо вот, ну, там, замораживается, если она покупает раз в неделю, допустим. Они очень любят быстро ее обработать, прямо на порцайке разложить уже прям по пакетикам. Вот это будет мясо для гуляша, там, для рагу, это будет для карри, это будет для того-то. И раскладывать в морозине прямо пакетиками готовыми все это раскладывается. Овощи свеженькие быстро нарезаются, в принципе. Хотя и тот же самый лук, перцы тоже нарезаются, могут занятые хозяйки готовить. Готовится, поэтому все очень быстро достается это все, либо быстро нарезается на сковородку, либо в кастрюльку. Все очень быстро, недолго варится. Я очень удивилась, что здесь мясо и рыба готовятся очень быстро. За несколько муточек. Не выжаривается, долго не выпаривается. Вот этих вот таких вот технологий, прям вот ты там должен бульон выкипить час, потом что-то там еще с ним делать. Этого практически не делается никогда. Ну, либо в очень такие блюда, которые, в принципе, ну, не обойтись без этого. Там, если мясо нужно мягкое-мягкое, то, конечно, его тоже будут долго. Скороварки. Они покупают на этот счет, вот те, кто это любит, делают пароварки, скороварки, прочее, такие всякие. А готовятся все очень быстро. Они готовят, самое основное у них, рыба на гриле. У нас встроенный, везде практически есть встроенный гриль, куда на решетку выкладывается рыбка, и за там 3-5 минут, 3-6 минут готова вам в гриле рыбка свежайшая. Либо на сковородке все очень-очень быстро, 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 все вот прямо вот в этом, быстренько обжаривается, быстренько оно вот пока, оно все вот, белок не схватился в такие завязи, что вы уже его не раскусите, а он должен быть мягкий, снаружи слегка обжаренный, а внутри-то практически, ну, или на пару там, да, как-то вот так вот, притушенный, бланшированный. Бланшированных у них очень много блюд. Не столько обжаренный, сколько бланшируется, добавляются соусы, и вот эта все живая пища, очень быстро приготовленная, быстро выкладывается на стол. И, конечно, вместо хлеба рис. Рис это просто вот, я его готовлю, но я его не ем каждый день. Я просто непривычно есть рис каждый день, и, в принципе, я его иногда, но мои мужчины без риса не могут, это для них хлеб. Вот, я готовлю для них рис, у меня всегда есть. Они очень любят, кстати, особенно зимой у нас бы это назвали суп, ну, то есть вот когда в кастрюлю складываются овощи, вот все сезонное, сезонные овощи, сезонная зелень, рыба, мясо, все это очень быстро варится, тут же может на столе, вот эта вот такая кастрюля, она прямо, она как бы электрическая, на столе, и вокруг нее высаживается вся семья со своими ложками, чеплашками, и все оттуда вылавливают, и по мере вылавливания дополняется новым, тофу, рыба, овощи, зелень, вот это все, все живое, буквально 2-3 минуты варится, 2-3 минуты, прям с пылу жара ты вытаскиваешь себе в тарелку, добавляешь свежак, пока этот свежак там варится, ты вот употребляешь это, мне очень нравится, это называется набой, набой рёре, это, то есть, вот кастрюльные блюда из кастрюли, и это похоже на нас, на русские как бы супы, но такие очень насыщенные, очень много всего, крупными кусками нарезаны, не мелко, вот как у нас супчики, ложками, а вот именно крупные куски, ты прям поэтому берешь палочками, их палочками, кусочек себе в тарелку, в соус, допустим, или вот большими такими тоже ложечками с бульончиком, мне это очень нравится, и это очень быстро готовится, поэтому я уже отступила от русской, вот нашей традиционной кухни, иногда борщи идут на ура, щи, борщи, это, конечно, потому что это суп практически, ну, какой-нибудь набы, а так, я поэтому вот на эти все бланшированные, вот это всё, быстро готовящее, я освоила очень много передач по кулинарии, и буквально каждый день, в обед, допустим, есть передача, я знаю, пятиминутная передача по сегодняшнему блюду, который за 5 минут можно приготовить, я каждая, вот раньше я сидела, прям вот в этот, в 12 часов, допустим, ловила эту передачу, ага, записывала, если мне прямо нравилось, а нравилось мне всё, я записывала рецепт, либо быстренько его фотографировала, рецепт, и, значит, я смотрела, как готовится, всё готовится очень быстро, нарезал быстренько, там нужно просто, нужно рецепт в плане соуса, что туда входит, и я, допустим, не знала, там иероглифы написаны, я мужу, бывает, показывала, говорил, что это, он что это, он говорил, это, 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 я шла с этим списочком в магазин, покупала это всё, потом я уже, конечно, его запоминала название, и вот так я выучила кулинарные термины, кулинарные иероглифы, да, да, когда пошла в школу, я выучила школьные термины, и то есть я вот так вот нанизывала термины, пополняла свой лексикон, свои иероглифы в течение жизни, то есть у меня вся жизнь, моя учёба, то есть я не прекращаю каждый день, вот у меня обязательно должны быть листочки быть, я услышала слово незнакомое, которое вот сейчас, а мне надо, я его записала, нырнула в словарь, то есть у меня настольная книга, это словарь, и Альцгеймера вам не грозит, да, то есть у меня есть учёба. Да, а вот ещё такой вопрос, а как вот чувствуете, вы вот чувствуете, что вы интегрировались вот в японское общество, чувствуете ли вы себя своей в Японии, то есть что это вот, это моя родина, я здесь живу, это мой дом, я здесь не живу, не потому что я вынуждена жить, да, а потому что мне нравится, я люблю это место, то есть чувствуете ли вы себя своей. вы знаете, я не знаю, как окружающие чувствуют, принимают ли меня там окончательно в свою, я себя чувствую своей, прямо вот от тех близких моих знакомых, я ощущаю, что я приняла ими. Дело в том, что я, как я её приняла, эту культуру, настолько, насколько я смогла её принять, я её приняла и стараюсь следовать всему тому, чему следуют они. Делаю всё точно так же, по крайней мере, в официальном общении. Вы знаете, этому, в принципе, следовать легко, мне почему нравится вот такое общение у них здесь, в официальном, не в домашнем, каком-то ещё что-то, оно очень формализовано. Там прямо буквально есть формализованные фразы, как нужно говорить в любом конкретном случае. Допустим, если у нас говорят «Поздравляйте с днём рождения», и могут произнести длинный километровый там тост, пожеланий, просто вот немеряное количество, что прекрасно, я очень этому рада. У них здесь одной фразой «Поздравляю с днём рождения». Но этим сказано всё. Они в этой фразе уже выложено всё, уже сказано всё. Просто есть такая фраза «Отандьобе, омедетто». Всё, поздравляю с днём рождения. Ну и, конечно, подарок, и всё это отношение, либо что-то для тебя сделано, либо что-то для тебя подарено, куплено. Внимание. То есть они не рассусоливают. Вот это вот, у них нет этого словесного потока, как у нас иногда бывает, очень много, как я. И у меня, у меня словесный поток, честно говоря. Я люблю. Мне этому ещё учиться и учиться. Выразите одной фразой всё, что они хотели сказать. ценит, уважает время, и в этой фразе всё сказано. Так же, как и в любой ситуации, там, в любой, что-то они сказали, и формальная фраза, в которой всё понятно, что дальше надо делать, что из этого следует, в принципе, заформализованный язык, и общение формализованное. Но, конечно, ты вносишь в него свои нюансы, своё видение, дополнение, естественно. А это база, на которую ты уже нанизываешь. И общение, и если ты принимаешь вот правила этой игры, и причём не просто, знаешь, показываешь, а и как бы копируешь, а искренне этому, вживаешься в это и так же начинаешь отвечать, вы знаете, я вжилась, и поэтому, когда я выезжаю за пределы Японии, вот, и у себя в Японии, я уже веду себя как понка. Мне все уже сказали, ты ведёшь себя как понка. Ну, то есть я стесняюсь, вот я там могу, ну, кланяюсь как не в пояс, но это потому, что есть там уровни разных поклонов, есть очень глубокий поклон, есть слегка кивнул головой. Вот у меня на уровне слегка кивнул головой выказывается уважение собеседнику, партнёру. Обязательно благодарности слова за всё. За любое, вот ты что-то, что-то тебе предложили, ты говоришь, ой, я благодарю за это, ой, спасибо, что вот вы мне это сказали, я вам также этого желаю. И всегда даются ответы, кучерокосы, это значит, я отвечаю вам тем же. То есть, вот это вот очень уважительная манера общения, всегда очень вежливая, где стараются очень исключать вот эти конфликтные ситуации любым способом, буквально в плане даже замалчивания, сдерживания себя, вот выдержки, даже если доходит до такого, ну, если, конечно, не касается там уже личности особых, которые не умеют, везде такие есть, не умеют, не хотят, либо там в силу положения, тоже может быть всякое. Я не знаю, как по работе, у меня этого опыта нет, но знаю, что есть. Понимаю, да. Да, знаю, что есть всякие ситуации и повышают голос, и кричат, и унижают, это я знаю, что присутствует такое тоже, но это не, не, это не правило. Да, и мне принимают, я просто всегда, если я вижу, что вот мне с душой, что для меня что-то делают, стараются, естественно, чем я могу ответить? Тем же, только тем же, показать твое внимание, старание, и что я умею так же, я делаю так же, а то и лучше. Кстати, если ты делаешь лучше, ты, это вызывает очень, они не стесняются это всегда похвалить, если ты делаешь даже лучше, чем японец, это обязательно подчеркнется, скажут, как ты это сделал там хорошо, допустим, я в те же самые танцы, в те же самые дежурства в школе, вот когда я, у меня было, ну, как родитель, там есть обязанности свои, если ты выполняешь хорошо, тебе это обязательно скажут, если ты сделаешь не очень, то тебе этого не скажут, просто подскажут, как сделать, если у тебя не получилось, но не скажут, ну, какой ты там, почему у тебя не получается, пока, то есть, о хорошем скажут, а у них не о получившемся смолчат. Ну, как интересно, да. Вот, ну, если ты сам не спросишь, я так, я всегда спрашиваю, ой, а как, вот у меня тут не получилось, я сама первая лезу на рожона, на траншеи, понимаю, что не получается, и я сразу, и они с радостью начинают тебе объяснять, подсказывать, мне это очень нравится, что не унижают, и не говорят какой-то там, недотепистый. Конечно же вопрос, а у вас есть кимоно? А, да, у меня кимоно есть, но, вы знаете, не у каждой русской девочки есть кимоно, каждая русская девочка хочет его надеть и надевает, как правило, потому что не надеть его невозможно, вы же понимаете, такая красота, и у вас такая возможность, кимоно надевают обычно на свадьбы, практически все русские, ну, русскоговорящие, не в виду, девочки, хотят надеть и надевают, у кого есть возможность, и надевают потом, если есть возможность где-то, но у меня есть кимоно, потому что я этому еще училась, я брала уроки по надеванию кимоно, мне захотелось это сделать к выпуску своего сына, когда у меня закончил университет, ну, высшее образование, я решила, что, вот, четвертый курс, когда он учился, я решила, что я могу тоже сделать, чему научиться могу я, мне очень хотелось, вот руки дошли, и я пошла, нашла учителя, договорилась об уроках индивидуальных, и ходила на занятия, училась, это, скажу вам сразу, нелегко, это с одного урока выучить невозможно, я ходила, 15 уроков прошла, прежде чем я научилась делать сама, ну, может быть, это с большей скоростью, я просто дома, вот, после уроков мало тренировалась, честно скажу, не тренировалась, может быть, перед руком один разочек быстренько, потому что нет времени, но перед каждым уроком я должна была одеться сама, показать о грехе, и она осмотрела последовательность, правильно ли я делаю, прячу ли я все складочки, все-все-все ли я правильно делаю, завязочки определенным узлом завязываются, все определено на определенном месте, определенное количество веревочек, все складочки в определенном порядке, все друг за дружком, это целый ритуал, и вот я выучилась этому, кстати, надо освежить, это забывается, это забывается как язык, надо освежать, и у меня есть кимоно, и у меня есть кимоно, я съездила в магазины, настоящие кимоно очень дорогие, я съездила в магазины, ресайклы мне подсказали, где сдают, и бывают новые, сдают кимоно, я купила себе то, что мне понравилось, и по сезону, они одеваются по сезону, они бывают с подкладами, с подкладом, по цветам, о, значит, цветовая гамма, выдержанная в сезон, то есть там очень много нюансов, вот я с этим списком всем всего необходимого поехала в магазин и со знанием дела всю себе амуницию, все веревочки все вязочки, все это все себе купила, воротнички, подушечки вязочки, вот это там куча всего и мне повезло, я зашла в магазин, там уже были покупательницы, оказалось тоже учитель по кимоно со своими двумя ученицами и вот я, значит, под контролем еще и продавщица, тоже учитель по кимоно то есть там все были профессионалы мы совместно выбрали мне первый набор мой и, значит я его я его и надела на выпускной моего сына вот, сама самостоятельно оставила себе два часа на одевании и успокаивая себя на дело Римма, ну так интересно я бы еще, наверное, часами говорила с вами, но я опять же понимаю, что в вас время девочки Римма пишет очень интересно о Японии и вы знаете, что всегда информацию у гостей можно найти вот если вы нажмете на кнопочку еще вы найдете ссылку на Риммон профайл в фейсбук Римма очень интересно пишет, она много поставит фотографии у вас будет представление о том Римма, что нет звука об обыденной жизни да, обыденной жизни я пишу об своей только жизни это интересно тем из вас, кто заинтересуется вообще просто страной я даже не говорю сейчас с точки зрения там выйти замуж и переехать в страну я даже для себя вот просто с точки зрения образовательной познавательной я с удовольствием читаю Риммон публикации поэтому ссылка на Риммон профайл будет внизу пожалуйста если у вас есть вопросы к Римме не стесняйтесь пишите в комментариях задавайте всегда интересно слышать вопросы что вас заинтересовало самое разное потому что действительно что у нас Римма просто кладезь информации потому что жить 25 лет в стране уже конечно же да, ты уже очень много всего знаешь поэтому пожалуйста комментируйте задавайте вопросы конечно же ставьте лайки нам будет приятно что вам понравилось это видео конечно же подписывайтесь на мой сайт и конечно же заходите и подписывайтесь или отправляйте свои предложения Риме на Facebook друзья и узнавайте как можно больше информации о такой чудесной стране как Япония Римма ну и в завершении что вы можете пожелать нашим русскоговорящим девочкам тем кто возможно вдруг впервые в жизни после рассказа вашего о Японии подумает а почему бы и нет а вполне может быть да в сторону Японии вот что бы вы могли пожелать девочкам которые сейчас работают на сайтах знакомств пишут мне что соединение нестабильное вот для тех девочек кто работает на сайтах знакомств вот что вы можете пожелать им в качестве вот уже Японии немножко зависает связь да связь немножко зависает но я ваш вопрос поняла отвечаю вы знаете я отвечу ответил бы на этот вопрос так же как и себе девочки ничего не бойтесь это касается любой страны любой страны вы знаете везде живут люди те же самые мужчины и я бы даже сказала что Японцы они более как сказать застенчивые что ли ну по крайней мере в начале они сейчас уже конечно современная молодежь не такая непуганый непуганный так сказать стесняющийся их очень много они стесняются парни здесь стесняющиеся особенно молодежь они стесняющиеся девушки здесь кстати очень такие раскованные давлеют да-да-да вы знаете современная молодежь девочка она всегда поставит любого на место она знает себе цену надо знать себе просто цену и слушать себя. Откликается вам это или не откликается? Вы знаете, не столько рассматривать внешность, не столько смотреть на внешние его какие-то, я не знаю, что ему все сопутствует, дом, машина или прочее, как там, одет, не одет, хотя это тоже о многом скажет, но если это вам откликается, просто прислушиваться к тому, что больше слушать и больше спрашивать. И вам эти все ответы все дадут. И главное, просто не бояться. А чего бояться? Лучше вопрос задать и получить, в общем-то, ответ, чем не задать и мучиться, подходит, не подходит. Вы знаете, я из своего опыта еще тоже вынесла, что я вообще особо не стеснялась. Я всегда вопросы мужа задавала и, вы знаете, делала правильно, потому что я выяснила, что он много чего, он даже понять не мог, что, оказывается, это у меня вызывало вопрос, и либо недовольство, не дай бог, или еще что-то. Он просто этого не знал. Он не знал вообще, о чем думает, о чем могут думать женщины. Просто по незнанию иногда бывали какие-то недомолвки, какие-то трения, хотя это выеденного яйца не стоит, он сказал бы, ой, я и не знал, что ты вот так, оказывается, думаешь, ну ты бы сказала. И поэтому я просто взяла себя за правила, если что-то не понимаю, или что-то вызывает во мне что-то такое, я просто говорю, слушай, мне вот это вот сейчас как-то вот это не нравится, или что-то, он скажет, да ради бога, да пожалуйста, разве это вызывает какой-то вопрос. Я поняла, что на самом деле они нас боятся больше, они нас просто не знают. И надо о себе им просто все рассказывать и говорить. Знаешь, любимая, я люблю, допустим, вот, а я люблю розы, а не тюльпаны. Допустим, да, начиная с этого. И все, и они же просто не знают. Да. А когда им скажешь, они любят ясность. Они любят ясность. Вот когда им все ясно, тогда и не возникает каких-то трений. И поэтому не бойтесь ничего, смело задавайте вопросы, смело изучайте, приступайте ко всему. Если у вас есть желание, тогда вы найдете все в любой стране, и в Японии, и в прекрасной тоже. Не знаю, мне пони очень нравится, я ее просто обожаю. Из-за вот этого того, что они настолько много предоставляют тебе твоего личного пространства, и в него не стараются никак на нее повредить, не войти лишний раз. Вот это мне очень нравится. Предоставляет тебе много в этом плане свободы, в личном плане. Я не касаюсь сферы деловой бизнеса. Там свои правила. Вот. Там ты немножко должен немножко уже закрыть и прийти вовне. А вот то, что касается личностных отношений, мне очень нравится, что очень деликатно все. Ну, по крайней мере, в моем коррожении это так. Вот. И поэтому не бойтесь, спрашивайте. Чем больше вы проявите уважение, тем вы его больше и получите в ответ. Римма, спасибо большое за ваше время. Самое главное, не бояться. Да. Спасибо большое за ваше время, за столько вот такое количество позитивной энергии. Я бы еще сидела, говорила, говорила, говорила. Наши два часа пролетели просто незаметно. Да я бы вообще со всеми девчонками. Я была очень рада. Я правда. Я тоже незаметно. Буду счастлива, если мы договоримся, как-то через какое-то время еще поговорить, потому что тем есть... У меня вот возникло... Я себе даже какие-то... Если возникнут вопросы, я всегда буду рада подсказать. Да. Я бы с удовольствием еще встретилась с вами на какие-то более профессиональные вопросы. Девочки, еще раз, да, посмотреть и познакомиться с Римой можно будет через ее профайл на Facebook. Пожалуйста, заходите, смотрите, подписывайтесь, пишите Риме. Ну, а, конечно, пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я очень рада вам. И, конечно, мы будем рады вашим вопросам. Ладно. Я прощаюсь с вами. До встречи. Пока. Так, ура. Рим. Пока. Всем спасибо за ваше внимание. Спасибо и правда. Пишите. Если будут вопросы, я с радостью отвечу. Я очень сумбурно и быстро отвечала. Мне так хотелось сказать о многом. В принципе, ни о чем не сказала. Все так очень быстро и общими фразами. Конечно, везде есть... Темы еще очень много. Тем очень много. Если есть вопросы, я с радостью отвечу. Здорово. Мне было очень приятно с вами общаться. Всем девочкам привет. Ничего не бойтесь, нигде. Нигде не бойтесь ничего. Спасибо. Любите себя. Любите себя. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Благодарю. Да. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok